На календаре 5 декабря. В эфире итоговый выпуск программы «Время новостей МИАС» студии Михаил Тютёв. Здравствуйте! Ну что, начнем с того, с чего вчера вечером начинали новости все информационные агентства и новостные радио и телеканалы страны. С послания президента Путина. Как всегда, яркого, глубокого и запоминающегося. Во всяком случае, ни одна телекамера не нашла в Георгиевском зале Кремля ни одного скучающего или тем более дремлющего лица. На партийных съездах или даже на заседаниях госдуматели и операторы на этот счет хлебом не корми. Любят поиронизировать своими объективами и крупными планами. Здесь повода для этого не нашлось. И мысли, и слова звучали здесь одновременно и возвышенно, и просто, и по-деловому. Если для ряда европейских стран национальная гордость, давно забытое понятие, а суверенитет слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет абсолютно необходимое условие её существования. Прежде всего, это должно быть очевидным для нас самих. Я хочу подчеркнуть, или мы будем суверенными, или растворимся, потеряемся в мире. И это, конечно, должны понять другие державы, все участники международной жизни должны это понять. И понимая, укреплять роль и значение международного права, о котором мы так много говорим в последнее время. А не подстраивать его под нормы, его нормы под чьи-то конъюнктурные интересы, вопреки основополагающим его принципам и здравому смыслу, считая всех вокруг малообразованными людьми, которые не умеют читать и писать. Ну, а мне лично ещё понравилась его цитата из сочинения русского философа, писателя и публициста Ивана Елина, которого в 1922 году вместе со многими тогда выдающимися философами, историками и писателями выслали из страны на знаменитом, теперь трагичном для его пассажиров философском пароходе. Приведу в этой связи только одну цитату. Кто любит Россию, тот должен желать для неё свободы. Прежде всего, свобода для самой России, её международной независимости и самостоятельности. Свобода для России как единства русской и всех других национальных культур. И, наконец, свобода для русских людей, свобода для всех нас. Свобода веры, искания правды, творчества, труда и собственности. Иван Ильин. В этом огромный смысл и хороший наказ всем нам в сегодняшнее время. Ну вот из этого очередного послания президента, безусловно, каждый может собрать себе свой цитатник. И культа личности здесь не возникнет. Или так, очень хочется, чтобы не возникло. Да и не должно. Говорил-то он не о себе, а о нас. И о непростом, настоящем и будущем нашей страны. А вот что думает по поводу послания президента глава Мясского округа Игорь Войнов. Игорь Вячеславович, выслушали мы и посмотрели послание президента. Вот у меня как-то первая такая мысль была, вспоминая другого нашего классика, которого мы все изучали, там работа еще называлась «Социалистическое отечество в опасности». Вот и я как-то начинал слушать и смотреть послания с такой мыслью, прозвучит ли это каким-то образом, найдет ли это отражение в речи. Ну вот лично сам не почувствовал каких-то панических, упаднических настроений у Владимира Владимировича Путина. А вам как показалось? Я вам напомню тоже известное выражение, это первая мысль от Бога, а вторая от Лукавого. Как мне показалось, я слушал послание президента в прямом эфире. Поверите, не поверите, специально поехал домой и слушал. Так вот для меня его выступление оказалось логическим продолжением как минимум двух предыдущих его выступлений. Если помните, 18 марта, кстати, это день Парижской коммуны, выступил Путин и сказал, «Ребята, к нам просят присоединиться Крым и город-герой, по-старому выражаюсь, Севастополь». Так вот сейчас он свою речь начал практически с того же, что Крым присоединился, есть Херсонес, который называли еще Корсунь. Вот он с этого начал. И вот такой посыл, месседж, как модно теперь говорить, был по сути обращение к народу. Трудные минуты, когда мы объединяемся, нас никто никогда не побеждал и никогда не победит. Вот посыл патриотический был хорош. Потом он прошел по Украине и интересную цифру называл. 32 миллиарда долларов только за последнее время Россия помогла Украине. А там такие сумасшедшие русофобские настроения, которые разжигают ребят из-за океана, их вынуждена поддерживать Европа. Поэтому с точки зрения, вот тот вопрос, который вы задали, отечество в опасности, оно было обозначено вот таким вот блоком. Ситуация международная достаточно сложная. Мы вынуждены отвечать на те попытки, которые идут с той стороны. На вызовы, как сейчас. На вызовы, на вызовы. Да. Мы не будем втягиваться в гонку вооружений, в разорительную, но мы оснастим свою армию, мы укрепим свою оборонную промышленность. И здесь я вспоминаю еще одну фразу, которая мне как-то запомнилась. Что такое сила дипломатии той или иной страны? Не знаете? Она определяется высотой тени, которую отбрасывает оружие, имеющееся у данной страны. Так вот, если мы вооружимся, действительно, модернизируем, как ставит задача президент, к 2020 году 70%, вот в другой его речи было, будет нового вооружения в нашей армии, то, наверное, и мы никому не угрожаем, но с нами считается, потому что на этом уровне признается только сила, больше ничего. Ну да, вспоминается мне выражение нашего российского императора одного, который сказал, что два союзника, армия и флот. Но, помимо этого, все-таки, вот увидели ли вы какие-то посылы в развитии нашей экономики, так скажем, не оборонной и не сырьевой, о чем очень много говорится? Потому что вчера самое первое, за что все уцепились, это налоговые каникулы, отсутствие проверок малого бизнеса, если он безгрешен был в предыдущие годы. Это действенные меры, как вам кажется? Я считаю, что это меры очень действенные. Вы вспомните, последние полгода нас, население Российской Федерации, неоднократно, не то чтобы запугивали, но говорили, будут введены новые налоги. Налоги с продаж. Тем самым, скажу вам открытым текстом, подставлялись бы губернаторы. То есть, закон принимается на федеральном уровне, дальше право губернатора, с какой даты его ввести в действие. Если он его вводит, то социальная напряженность, значит, в регионе возрастает. Если он не вводит ему с федерального центра, говорит, да ты не собираешь у себя налогов. Поэтому нам обещали, либо налог с продаж, либо повышение НДС. Президент в послании сказал, 4 года мы не будем пересматривать нашу налоговую систему. Каникулы это хорошо, офшоры. Ребята, смотрите, у вас же там, давайте возвращайтесь сюда. При всех наших сложностях, я почти дословно говорю, здесь вы будете в большей безопасности, чем там. Нет, худо без добра получается. Есть такой момент. Ну, вот такая мысль ведь звучала и в самом начале вот этой всей кампании по введению санкций. Но выходит, что трудности нас действительно сплачивают, объединяют. И когда мы, ну не говорю, что там до дна какого-то дошли, но когда мы отталкиваемся от каких-то проблем, тогда мы становимся сильнее. О чем и история говорила не раз. Об этом тоже шла речь. Да, без всякого сомнения, и даже не знаю в этом послании или как-то в другой его речи, был приведен в пример Китая. Что в период санкций против Китая он сумел свою промышленность и свою экономику сделать она на сегодняшний день ведущей экономикой мира, чего не было с 1862 года. Все было монополией Соединенных Штатов. Поэтому худо без добра нету. Будем работать в этих условиях. Вот импортозамещение очень серьезная статья. Очень серьезная. Когда нам отказали в поставках того-то, 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 и мы вынуждены у себя, и в это вкладываются колоссальные деньги. И президент говорит, мы все знаем, что это нам по плечу и ресурсы у нас для этого есть. Давайте немножко в заключение переведем на наш город всю эту ситуацию. Мы не раз слышим, что экономические показатели у миасских предприятий, вообще у миасской экономики показатели не такие уж плохие. Вот нынешняя ситуация может стать каким-то стимулом. Ну, я вот сейчас под свежими впечатлениями. Мы побывали на ИВЕК АМТ, где сегодня у них юбилей и открылся новый цех. Вот в нынешних условиях подобные достижения и подобные события выглядят, ну, не фантастически, но, я бы так сказал, обнадеживающие все-таки. Вот ИВЕК АМТ в данном случае не самый показательный пример, потому что у них как раз очень много комплектующих идет из-за рубежа, а право реализации есть только на территории России. Вот представьте, евро вырос там в полтора раза доллар примерно так же, а то и больше того, ну, кто сразу кинется покупать. А вот те предприятия, которые на импортозамещение, я думаю, что ИВЕКа тоже вынуждена будет в каких-то позициях определенных, значит, переходить на собственное производство или на российское. Очень хорошо было бы на МИАСКОЕ, или, по крайней мере, на Челябинское региональное. Вот это бы дало толчок экономике. А вот ряд других наших предприятий, ну, в моем понимании, они выигрышем могут остаться. Поэтому, переводя на МИАСКОЕ экономику, как вы сказали, я думаю, что все не так сумрачно, как некоторые скептики пытаются все представить. В общем, будем смотреть в будущее с оптимизмом не только потому, что президент выражает такие мысли, но и потому, что нам все-таки есть чем гордиться, что предъявить, есть куда расти и что развивать. Я уже сейчас опять о городе говорю, да? А я бы, если бы заключение взял бы чуть пошире, мне очень понравилось одно из последних интервью Владимира Владимировича. Немножко другой формат. Конечно, такого позволить себе в послании, так пошутить он не может. А вот когда интервью, много родов собралось, ему задают какой-то вопрос, он говорит, а в тайге хозяин медведь. И он ни у кого разрешения не спрашивает. Поэтому вот если мы вот под этим лозунгом, он красивый лозунг, будем сами самодостаточны и в России, и в Черябинской области, и в МИАСе, вот мы ни у кого разрешения спрашивать не будем. Спасибо, Игорь Иванович. Спасибо вам. Ну а вот за то, что сегодня Россию возглавляет такой вот сильный и достойный президент, можно все-таки сказать благодарные слова и первому президенту России, Борису Ельцину, и напомнить, как это было в новогоднюю ночь на исходе прошлого века. Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть президентом, и с которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды на будущее. Почему я должен ему мешать? Зачем ждать еще полгода? Нет, этого не по мне, просто не по моему характеру. Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Ну вот, как он тогда и пообещал, и верно, ни минуты не было с тех пор вакуума власти в стране. Тогда это было его главным обещанием. И, судя по всему, он слово это сегодня держит. Конечно, в послании президент не обошел и то, что сегодня происходит на Украине. Ради чего все это было сделано на Украине? Ради чего совершили госпереворот? Ради чего стреляли и до сих пор стреляют и убивают людей? По сути, разрушили экономику, финансы, социальную сферу. Разорили страну. Да и не просто разорили страну, а разорили семьи, порушили и жизни, и судьбы тоже. Вот недавно в МИАС прибыла очередная группа украинских беженцев. Пункт их временного пребывания в МИАСе сегодня самый большой в области. И здесь судьба каждого прибывшего с Украины может без всяких комментариев подтвердить все сказанное президентом вот в этом послании. Недавно мы побывали в нашем лагере беженцев, который создан на базе детского лагеря и санатория «Космос». И записали одну из многочисленных таких семейных историй, окрашенных войной на юго-востоке Украины самыми драматичными красками. Бо ж кращих людей на всем свете нема, як діти твої, Украина моя. Найкраще сонце твоя, Украина. А обрій на небе червоний, як мак, росяна травичка та птахи в садочку. Що так з позаранок собі цвірінчать? Моя Украина. Богата ланами, лісами, долин. Чаруешь ты всех, моя ненько, краяна. Найкращими співами в свете ось цим. Живу на земле, учарую чем краю. Боюсь наступить на квитучу красу. О, рідна краяна, моя Украина. Тебе я не зраджу, бо дуже люблю. Украину не зраджу, а Росию тем паче. Тому що я люблю Росию так, як Україну. Все. От видите, у мене прям аж сердце вздохнулося від стиху. Нічого, нічого. А ви так хорошо об Україні сказали. Мені кажуть, скучати відчаянно будете і в Сибірі в тому числі. Ну що ж, це теж моя родина. Вона мене прийняла не та мати, що родила, а та, що воспитала. Та, що прийняла, обігріла і нагодувала. А там мене вигнали. Сказали, що я зрадник. Ну, може, ще щось поміняється. Може, не так все окончательно трагично. Дуже не вірються, тому що американці хочуть поставити по Україні бази, щоб Росію задушити. А я не хочу, щоб вас били. Понимаєте, мої діти не хочуть, онуки не хочуть. Ми же діти однієї матері, батька. Ми же всі, всі віки. Не було держава такого, як Україна. А так, ну що ж все-таки, якщо чесно, я до сих пор не розумію. А що таке... Я сам смотрю і читаю багато інформації. І смотрю і сам об цьому розповію. А що вам казати, коли мої сістрі, там така інформація. Мої сістрі сказали мене, брат родний, сістрі сказали, що я зрадник. Я Україну... Це що це таке? Придатіль. Придатіль, да? Зрадила, мов, і придала. А зрадили-то кому? Я придала. Нікому, я американцям не хочу здавати Україну. Я не хочу Росію, щоб ходив американський чобіт і топтав Росію. Ні хочу. Як це мене били, я прийду, буду вас бити, як нас, мої браті, сістрі, там кричать. Ти зрадник. Вони мене матом послали, відключили телефон, і я не з ними не розмовляю, не созваниваю, все. А вот те, хто прийшли, коли к вам прийшли, ви з Міусинська, да? Да, вони прийшли в обід, я доїла коров. У мене їх 7 голов. 7 голов коров я видаїла в обід. Вихожу з вєдрами, з молоком, з сарайом. У мене 2 дома, у мене машини, у мене 7, 3 корови, тілка. А вот щас 4 голови будуть тілитися у мене, даже 6, 5 голов будуть, 6 голов будуть тілитися. Это то, що там вот бросила? Все бросила, да. Подійдеш в кран, відкривши воду, у мене, ну все, ну как это мы, все, у мене все осталось, понимаете, все. И это, приподъезжає, это, мы в обід с соседями разговариваем. Возле, мимо наших, прямо так вот на углу пули пролетели. А Света говорит, ой, а що це таке? Говорю, так, команда по домам, только мы забежали в дом, через минут 15 заїжджає колона. Грязні, як черти все, вот це каски, як у фашистів, вот эти вот немецкі, вот эти вот на касках. І-і-і, я обмерла. А вони, добрий день. А я, доброго дня, ну я ж українка, да попробуй с ними по-русски заговори, я ж буду сразу, кацап, как вони говорят, москаль, там стріляють сразу москалі. Ага, я перепугалась, говорю, ви молочка не хочете, ми води хочемо. Я бігом за бідро напоїла водою, і вони поїхали. Через полчаса еще одна колона едет, через час еще одна колінь, через час еще едут. Божий БТР, і танки, і пушки, і пушки на тягачах тягали, і машини урали з оружіем, і машини з солдатами сиділи, всі ці автомати державали. Це тільки так, увидеть, гради, ну наземних я не видела, мене наземний град, без малого, мені треба було третій шаг шагнути, мене муж дуже болю, я пішла искати лікарства. І коли гради почали бити, я повернулася, я зробила тільки два шага назад, як тільки щелчок небольшой, пух, вот такі летіли наземні гради, вот по таким градусам, понимаєте. Я тоді так отступила назад, на колено так прилегла, і думаю, боже мой, Бог мене спас, честне слово. А може вони можуть сказати, вони вас захищають? От кого? Вони кажуть, що ми бандити? Вони кажуть, що ми бандити, ви розумієте, що ми сепаратисти. Какі ми сепаратисти? Я така, як ви, мій мій, діти, вот вона моя внучечка. Какі ми сепаратисти? У нас не воружа, нічого немає. Какі ми сепаратисти? Люди добрі, які? Ну і був сильний бой, там і гради били, і гаубиці. Я 65 років мені, але ви мені спросите, як яке оружію, я вам розкажу і покажу, і гільзи які покажу. Там пустили бомбу, 27 кг, одна була латунна капсула, она по проволочці йдет, як вона, я вже забыла, називається. Що хочете, ми виділи, а гради літіли над нашим, над нашою крышою, дому, ну метра 3-4 вони літіли, літіли в сторону новопавловської шахты. Ну там шахту так, вообще все там, там ужа, що з'явилися. А як вот ці бойці національної гвардії все-таки отнеслись так вам? Вони отнеслись, отнеслись как... Вони вже з одного государства. Вони з одного государства, значить так, були хороші, були такі, що лояльно, да. По-человечески. Да, по-человечески как-то, вони в основному людей забирали паспорта. А вот ідеш в МИУСИНС, там у магазин, вони стояли, принеси паспорт. А, паспорт ви взяли, він у вас паспорт взял, вже він вам не возвращає. Почему? Понимаєте? А попробуйте спросити, почему. Паспорт же украінський. Украінський, але вони нікому не вернули, нікому не вернули. І це, і коли, як вам сказати, коли вони в плен брали людей, вони їх не возвращали. Нашого мэра взяли і до Снежного його куда-то там доправили. А ему плохо с сердцем, он говорит, так хлопці, или добейте, или бросьте. А его бросили, а ополченцы його привезли у МИУСИНСКО. Он там, говорят, и трусился, и сердце у него, там приступы, и все. Не знаю, что там с ним делали, я не знаю, что делали. А еще, когда они убитых своих, они не хоронили, они ковшом вырили яму, раненых достреливали. Понимаєте? Раненые достреливали. В яму эту кидали этих убитых, загарнули, вот так покружился танк и уехали. А вот вам-то самим, что кажется, что это с народом произошло? Это, вы знаете, что, я вам скажу, вот я вот... Я вот признаюсь, сам не пойму. Что тут понимать, вы не видите, что Америка делает? Неужели так американцы понимают? Можно я скажу одно слово некультурное? Проститутка Америка, которая засрала весь земной шар, она решила тут еще сделать это. С Россией и с Украиной. Понимаете? Ей надо поставить базы вокруг Украины, чтобы потом гепнуть Россию. Но у нее это не получится, мы же не за Америку, мы же не за Гестапу. А ведь рассорить-то нас всех получилось. А вот, у них во всех, по всему земному шару это получается. А какое настроение здесь у вас, у земляков? Вернуться назад или все-таки здесь где-нибудь остаться в России? Есть и такое, что вернуться назад. Плачут люди, ностальгия сильная. Вы думаете, нам легко? И мы плачем каждый день, особенно старики плачут, они плачут и мы плачем. Смотрите, мой муж, у моего мужа 20... Работа нелегко здесь. Да я представляю... Смотрите, 29 лет человек проработал в шахте. Пожить здесь, просто пожить. Я не против того, что здесь хорошо, к нам относятся хорошо, я ничего не хочу сказать. Но вот эта обстановка... Нервы накаленные. Смотрите, 29 лет проработал в шахте. 80% нетрудоспособности, у него регресс, установленный медициной. И остаться без пенсии, и нам еще не скоро пенсию будут платить, а существовать за что-то надо. Вот, послушайте, мы обратились... Как бы я осталась там? Далина Федоровна, к нашему главврачу. Пожалуйста, люди добрые, я передаю глубочайший поклон МИАСам, ракетному заводу. Они нам и деньги давали на лекарства. Они нам дважды лекарства, больница третья нам пакет передавала с лекарствами. Я огромное спасибо и низкий поклон. Очень огромное спасибо. Это просто, вы знаете, слезы вот дают, а мы плачем и благодарим. Мы не надеялись, что нас еще здесь спасут. Вот муж два раза лежал в больнице по три недели. Это, вы знаете, это чудо. Это в таком состоянии его забирали. Его выносили отсюда второй раз, на стулки. Ребята выносили, он говорить не мог, только раскроет рот, говорит, все, он умирает. И его опять вернули к жизни. У нас же уже все, аптек нету, денег нету, пенсии нету. Значит так, если тот, кто может убежать оттуда, тот останется жив. Кто не может убежать, он умрет с голоду. Первый, больные и старики, они с голоду и от болезни помрут. А останутся одни вояки. Ну вдруг еще, вдруг все устаканится. Нет, 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 я не доверю больше своих детей такому государству. Не доверю. Не доверю. Почему? Потому что у нас нет президента. У нас есть кат, катюга, который катует людей, убивает. Просто катует ножом, этим градами, гаубицами. Это есть кат, президент. Катюга-убийца. Туда нельзя себе доверить. У нас очень, 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 обстановка ужасная. Очень. Спасибо ПВРу, спасибо работникам, всем здесь, которые и врачам, и медсестрам, и горничным, и поварам, и директору. Вы не представляете, какие здесь люди хорошие. Какое отношение. Просто отношение самого близкого человека, понимающего, как вот мы уезжаем, у них слеза на глазах и у нас. Мы обнимаемся, целуем, берем телефон и друг другу. Ну вот, хорошо, что с такими чувствами уезжают из МИАСа эти украинские беженцы. И хоть по статусу, коль скоро на Украине не объявлена война, они официально именуются не беженцы, но ведь это только по форме. По сути-то они именно ими являются. Они уезжают из МИАСа по воле судьбы и обстоятельств. Ну, хорошо, что вот с такими именно чувствами. А вот о том, что все-таки ждет этот лагерь, этот пункт временного пребывания беженцев в МИАСе, допустим, с приходом лета, нам рассказал директор санатория «Космос», с которым расположен этот пункт, Владимир Печоркин. Значит, был содержатель ГРЦ, когда обговаривали условия открытия ПВР, с ними это все дело согласовывали, и там звучало апрель месяц включительно. Ну, я думаю, что… ПВР будет находиться до апреля месяца. Возможно, работа ПВР до апреля месяца включительно. Значит, здесь я понимаю так, что наверняка до апреля месяца это все должно закончиться. Суть в том, что вот те люди, которые уже у меня находятся там с 7 сентября, да, все документы у них уже на руках. И теперь все заинтересованные структуры, службы, в том числе и мы, стимулируют их к тому, чтобы они все-таки обустроились. И обустроились. Обустроились, да, чтобы они пошли по всем этапам и вот вступили в программу «Соотечественник», сняли жилье и в нашем обществе нормально асоциировали. В общем-то все люди и сами, наверное, этого хотят. Вряд ли кто здесь так вот, наверное, с радостью вот это вот переживание временное здесь хочет испытать долго. Да, но надо здесь учитывать еще такой немаловажный факт, что многие люди, ну многие с вами беженцы, они многодетные. Многодетные. Возникает проблема социальной проблемой. Детей сложно много вообще у вас. У нас есть семьи, девять, шесть, пять, ну такие, в Украине очень большие семьи, удивительно, да. Но два ребенка это редкость. Если это взрослая семья, то у них четыре-пять детей, у них это нормально. У нас один-два. Ну и тут возникает проблема. Детский сад, школа, ну в общем, большая семья, большая квартира. То есть много-много таких моментов. Поэтому наши областные власти прекрасно это понимают. И сейчас идут разговоры, они уже достаточно давно идут, но и наверняка это будет. Будет открыт какой-то социальный ПВР на какой-то базе в области, где будут собраны те люди, которые по объективным причинам не могут устроиться на работу, либо не могут работать. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные, ну семьи какие-то, которым сложно вот так быстро найти себя у нас. Матери-одиночки. Ну то бишь те люди, которые по объективным причинам не смогут найти себе работу, жилье, они будут где-то в одном месте в области сконцентрированы и там будет такая стена. Хорошо. Ну а с местными органами власти, с муниципальными органами власти у вас полное понимание, подконтрольность? Да, здесь как бы надо понимать, что это же большое скопление людей на маленькой территории, в черте города. То бишь власти и мы с властями должны работать очень плотно. Начиная от общественного порядка, заканчивая всеми болезнями, садиками, школами. То бишь много-много-много моментов, на которых городская власть должна как бы держать руку на пульсе. Но здесь вы нигде никаких препятствий не испытываете. Полное взаимопонимание и соучастие. Да, в данном случае это же государственная программа. Во-первых, но тут еще эти немаловажные моменты, патриотизм, да? Мы же россияне, русские люди, да? Мы же... Вот я вам скажу следующее. Вот некоторые люди говорят нам, нам в лице, ну работникам ПВР, в лице как бы всей России, говорят, что спасибо России, что вы есть. Потому что никто, нигде бы нас так не принял, были бы мы бомжами где-нибудь в Польше или еще где-то. А здесь все-таки все создано для того, чтобы эти люди нашли... Это реально есть. Хорошо, спасибо. Полку общественных деятелей в МИАСе прибыло. Многие организации в нашем городе носят вот это определение. Общественные. Ну, понятное дело, не просто так. Дескать, существуем не сами для себя, народ представляем. Вот и общественная палата города МИАСа, собравшись на этой неделе первый раз в полном составе, имеет подобное же предназначение. Она даже заседание планирует проводить вечерами, по окончании рабочего дня. С намеком, мол, не за деньги собираемся, в свободное время, свободное от работы время. Глава округа Игорь Войнов, назначивший первую шестерку членов общественной палаты, ровно треть от списочного состава на первом заседании вел себя подчеркнуто неформально. Пришел без галстука и приветственную речь произносил демократично, стоя, облокотившись о спинку кресла. Мне очень хочется, чтобы самые острые вопросы жизни, которые есть у нас в МИАСском городском округе, самые острые проблемы, чтобы обсуждались, принимались вами, чтобы принимались при этом конструктивно. Мне показалось, что первую шестерку, которую я формировал, и 12 человек, которые уже вы сами определили, они как раз соответствуют тому составу и тем направлениям, которые на сегодняшний день наиболее актуальны в МИАСском округе. На мой взгляд, если я ошибусь, вы мне скажите, значит, вот в этом составе минимум три юриста, люди с большим опытом депутатской деятельности, я отворю на Александра Алексеевича Соболева, есть молодежь, есть лидеры партии, есть представители средств массовой информации, есть представители бизнеса, есть представители образования. То есть достаточно широкий спектр спорта, достаточно широкий спектр представлен, я вам желаю четыре года успешной работы и, конечно же, взаимодействия и с населением, и с властью. Александр Соболев, депутатский опыт которого отметил Игорь Войнов, оказался самым старшим по возрасту. По этой, скажем так, почтенной причине он и занимал кресло председательствующего. Ровно, правда, до того момента, пока у палаты не появился избранный руководитель. За доктора юридических наук Сергея Соловьева проголосовали единогласно, и свою первую речь в новом качестве он посвятил взаимоотношениям с властью. Они, обращая внимание на один из тезисов председателя, должны быть такими, чтобы в городе не нашлось желающих помайданить. Можно создать площадку для обсуждения актуальных вопросов местной жизни, чтобы можно было спокойно собраться, выслушать мнения, поговорить, чтобы не было у нас пикетов, митингов, не было возможностей. Потому что вот это желание помайданить, оно, как показывает практика муниципалитетов и целых стран, оно ни к чему хорошему не приводит. Я считаю, что мы все здесь согласны, что майдан нам в городе Мясе не нужен. Что делать? Потому что иногда действительно не получается наладить взаимодействие с местной властью, чтобы власть выдвинула предложение и тут же отреагировала. Может иногда власть и не может это реализовать, потому что нет денег и так далее. Что делать? Нужно договариваться. То есть искать варианты, как нам договариваться. Одним из пунктов президентского выступления, кстати, был пункт, в котором шла речь о строительстве дорог. Объем их строительства в ближайшее время планируется увеличить вдвое. Наверное, когда-то и где-то коснется это и нас. А пока нам, дай бог, хоть имеющиеся дороги обеспечить достойным содержанием и ремонтом. И здесь, к примеру, вчерашний экспериментальный ямочный ремонт по новой технологии на предзаводской площади, которую проводили работники МИАСского ДРСУ, говорит о том, что они, судя по всему, идут верным направлением. Кто помнит, мороз в то утро был уже вполне по-настоящему декабрьский. И проезжающие в автомобилях пассажиры, завидев работающих здесь дорожников, скорее всего, хватали за телефоны или настраивали видеорегистраторы. Но и извили по поводу дорожников уж непременно. И картинки, записанные с едкими комментариями, поди уже появились где-нибудь в соцсетях. Но вот не торопитесь ерничать. Вот что рассказал нам по этому поводу лично директор МИАСского ДРСУ Анатолий Лесников. Я в 2012 году находился в Израиле по воле судьбы и встретился со своими коллегами, которые разработали новые технологии по ремонту, по заделке, по ремонту, по ямочному ремонту. Применяются новые технологии, так называемые, что в себя это включает. То есть берется старый срезанный асфальт, добавляется ключевой продукт, и все это перерабатывается и в виде материала выкладывается на дорогу. А вот то, что в Израиле все-таки климат не совсем уральский. Они разработали с таким условием, что эту технологию можно применять и в наших районах. В свое время академик Леонтьев, он говорил на семинарах, что наши регионы должны применять холодные асфальты, потому что у нас тут 40 циклов, и поэтому рвет асфальт в зимнее время. Вот для этого ребята в Израиле разработали эти технологии, которые можно применять и в холодное время. Сегодня Белоруссия применяет, у нас в Тюмени ребята работают, сегодня в Перми, Оренбург ближайший, то, что здесь есть у нас. Ребята уже как бы работают по этой технологии. Фирма Хайлик ДВ, то есть Хайлик, которая находится в Израиле, ребята дали мне несколько направлений в этом плане, и вот одно из них я привез. Сегодня мы уже пытаемся как бы это для себя лично попробовать, сделать эксперимент. Как получится. Если получится, ну знаете, в свое время у наших дорожники ямы заделывали кирпичами, там щебенки засыпали, которые недолго держатся. Вот сейчас мы проведем эксперимент, попробуем, если он будет работать, в дальнейшем мы будем пытаться себя зарекомендовать на этом рынке и внедрить, и работать. Вот казалось бы, как раз в наших северных районах, уж в нашей-то северной стране эти технологии и должны были быть давно разработаны, а мы вот у южан принимаем эту технологию, которую используем здесь. Знаете, существует не только там у южан, у нас работают, и немцы работают по этой технологии, и американцы с 96-го года уже применяют эти технологии. Ну, что сделаешь? К сожалению, на сегодняшний день вот так есть, как есть. Ну что ж, тогда предупредим всех коллег и всех людей, кто это увидит, вот проезжая, да, чтобы по поводу зубоскальства, которое можно предсказать, оно будет, ну, посмотрим, как эксперимент пройдет. Мы пытаемся сделать так, чтобы наши водители ездили, потому что есть прецеденты, попадают, пробивают колеса, и хотя вот эта технология, она применяется и в дождь, и в снег, в любой, то есть без проблем. Мы проводили в 2019 году на М5 уже такой эксперимент, и он, кстати, показал себя с хорошей стороны. Все, точно так. Ну что ж, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. А на месте работы уже вовсю победитовая фреза, как пирог, резала мерзлый декабрьский асфальт. Рабочие ДРСУ привезли с собой приготовленный асфальт, смешанный со специальными компонентами, и после выпиловки готовились его уложить. Анатолий, вот хотя бы в двух словах, все-таки суть этой технологии, в чем она заключается? В чем же она заключается? Значит, ключевой продукт, так называемый, состоит из нескольких компонентов, которые включают в себя битум, дальше вот этот сам ключевой продукт, который реанимирует асфальт. То есть мы все это смешиваем, добавляем ксилол туда, в этот материал. Все это крутится, вертится, восстанавливается старый асфальт. Он как бы раскисляет его, омолаживает его, он превращается в холодный асфальт. А вот из Израиля вы привезли какие-то компоненты дополнительные? Да, да, компоненты. Ну как их назвать? Вот понимаете, они же не открывают эти секреты, они просто нам налили в емкость 200 литров и сказали, вот это ключевой продукт, которому нужно еще добавить битум и ксилол. И все, и в холодную погоду, пожалуйста, кладите. То есть там в процентном отношении все это делается. Вот то, что мы сделали. А вот можем все-таки сказать, вот этого ямочного ремонта у нас в вашей технологии и в наших сметах во всех зимой, во всяком случае, не предусмотрено. Они, к сожалению, не предусмотрены у нас. Вот как здесь решили. Поэтому соплаку, возникают проблемы с соплакой. Естественно, конечно, это самая большая проблема у нас в этом, что не заложено вот эти нормативных справочниках, ничего нет у этого. Зимой асфальт, ну как вы знаете, как-то не кладется. То есть он до 5 градусов всего кладется. Поэтому на сегодняшний день это вот новая технология, которую надо пытаться сегодня. Ну, сейчас опытным путем, значит, образцы стоят, закреплятся, а дальше двигать его на рынок. То есть делать сметы, калькуляции, и потом уже выводить стоимость его. Хотя она есть уже, конечно. Я вам хочу сказать, что в Беларуси работает. Значит, сегодня Перм работает. Оренбург по этому работает, уже есть. Значит, это все зависит от нас и от руководителей города. А рабочие в это время уже закидывали яму свежим асфальтом, подготовленным по новой технологии. И хотя асфальт был холодного приготовления, но на морозе парился, если и не как горячий, то как теплый точно. А вскоре укатанный ручным вибролистом, он уже был готов к эксплуатации. А вот каково будет качество этого ремонта, мы с директором МИАСКОВ ДРСУ Анатолием Лесниковым договорились проверить уже через месяц. Словом, в будущем году расскажем. А вот достижения МИАСКОВ ДРСУ Анатолием Лесниковым мы сегодня тоже никак не можем обойти своим вниманием. Сегодня предприятие ИВЕКО АМТ в присутствии своих итальянских партнеров ввело в эксплуатацию новый производственный корпус. Стоит заметить, что из дюжины таких вот сборочных предприятий автомобилей ИВЕКО, расположенных на территории России, МИАСКОЕ предприятие по правде и по мнению европейских партнеров считается одним из лучших в стране. Раньше такого рода события, как пуск нового цеха, часто приурочивали к 7 ноября, например. ИВЕКО АМТ предприятие, прямо скажем, на социалистическое совсем мало похоже, если учесть присутствие западного капитала и подавно. Но западные партнеры уже по нашей отечественной традиции все-таки помогли приурочить события к знаменательной дате – 20-летию предприятия. Когда мы поняли, что мы можем успеть 5 декабря, то мы, конечно, и попросили наших партнеров, чтобы они нам помогли. Данный монтаж был выполнен в рекордно короткие сроки. Даже в Европе он занимает 6 месяцев, у нас за 4 месяца. Поэтому мы подгадали именно по 5 число. Данные технологии позволяют нас отделить от заводов-сборщиков. Как говорят в Европе и партнеры наши, и любая зарубежная фирма, что без высокотехнологичного оборудования – это не завод. Потому что можно организовать сборку, и как у нас многие западные фирмы это делают, временную, даже в снятых в аренду помещениях. Но когда вы вкладываетесь громадные деньги в технологию, это позволяет говорить о том, что у завода есть будущее. У нас очень хорошие партнеры. У нас вчера были рабочие совещания целый день. Здесь присутствует глава Азиан-Пасифик Ассоциейшн. Это все, что началось от России, Турции и Америки только с этой стороны. То есть такого уровня руководитель, значит, это 10 компаний, объединенные как бы группой Фиат-Крайслер. Вы знаете, что это монстр в мире. И мы получили полную поддержку в одно время кризиса и полное заверение в наших работах. Мы провели хорошее рабочее совещание и уверены в своем будущем. А вот на фоне вот такого современного производства, на фоне державной речи президента о свободе и гордом суверенитете страны, о жизни ее граждан, благополучие которых тоже было в центре внимания президента, следующий наш материал, может быть, и покажется кому-то неказистым, но все-таки он тоже, по-моему, о самой настоящей, да в каком-то смысле и будущей нашей жизни тоже. И вряд ли мы хоть в чем-то намерены исказить нашу жизнь. Тем более, что слова президента об этом как-то тоже запали в душу. Мы будем отстаивать многообразие мира. Будем доносить до людей за рубежом правду. Чтобы все видели настоящий, подлинный, а не искаженный, фальшивый образ России. Итак, вот в какой многодетной тургаякской семье мы недавним вечером случились в гостях. И хотя гостями в семье Куликовых мы были приглашенными, но некоторая часть семьи все-таки встретила нас настороженным лаем. Впрочем, как и полагается породистым охранникам хозяйского жилища. Вот это покажи, вот это семейство многочисленное, которое здесь выживает. На этих скольких 25 метрах... Я хожу, бывает, на музыку. Куда? Там в город ездить. Школа музыкальной. Ну а ничего не... Вот как вам здесь живется-то? Хорошо живется? Хорошо. Хорошо? Молодец. Так у вас хозяйство большое, хоть помогаешь кому-нибудь. А чей это инструмент стоит? Мой. Можешь что-нибудь нам сказать? Да, я... Там у меня некоторые песенки только не получаются. Как вы все-таки здесь очутились? Как поселились? Тань, давай как хозяйка. Ну как очутились? Мы 10 лет снимали квартиры. Вот мы как сошлись, как начали жить, 10 лет снимали квартиры. Это очень тяжело было, потому что... По городу бродили и здесь снимали? Ну да, да. У нас двое старших, они как были вот такие же. И мы... Ну что, он работал, я работала. А вот для начала все-таки, давай представь все ваше семейство. Даже вместе с теми, кто отсутствует. Ну старший сын Максим, он живет в Волгограде, там со своей семьей. Вот. Потом дочь Юля, она живет в Челябинске. Ему 31 год. 31 год. Да, потом дочь Юля, ей 26 лет, она в Челябинске живет, работает в отеле Интурист, в Холиде Ин, в ресторане. Вот. Потом Даша, она в биолого-разведочном техникуме учится, вот, но ее еще нет. Она вот здесь же с вами живет, в этом доме. Здесь, да, с нами живет здесь. Потом Ваня, вот он, в пятом классе учится. В пятом классе, ходит в Тургоярскую школу. Да. А вот потом Настя, вот, ходит в первый класс в нашу Тургоярскую школу. Будущая музыкальная звезда. Представим ее сразу так. Не знаю, какая, может она танцевать будет. Мы еще и в танцы ходим. Она еще и в танцы ходит. Да, мы еще и на английский ходим. Так что мы, у нас такая цель у нее есть, она вот как научилась у нас, ну вот, управлять своими эмоциями. Ну, маленькая там, ходить, говорить, вот это, высказывать свои мысли. У нее была мечта, вот, не знаю уж откуда она у нее. Она хочет замуж выйти за принца. За принца? Не просто так, да. За принца. И причем не то, что как все девочки хотят, что, ой, принц на белом коне за мной приедет. Нет. Вот она считает, что она должна уметь танцевать, на пианино играть, то есть музыку знать и по-английски говорить. Ведь они же все европейцы. А вот мы сейчас спросим, мама-то в свое время вышла за принца или нет? Вот давай-ка решим. Вышла, да, за местного принца вышла. Расскажи-ка, расскажи историю вашего знакомства. Ой, история, если я буду рассказывать историю нашего знакомства, я думаю, что придется сериал снимать. Ну, мы сейчас попробуем. У него была своя история, у меня своя история была. Но все-таки городская была девчонка, Татьяна-то? Я городская была. Я была супергородская, суперинтеллигентная, потому что родители у меня оба ведущие инженеры. И мы жили в городе, квартире, на Машгородке, как это считается, живет интеллигенция. Родину теперь через огород у тебя видно здесь? Видно, да, потому что когда мы с ним сошлись, и он сказал, давай мы где-нибудь домик присмотрим, я сказала, так, я живу на Машгородке, и никуда с Машгородка, я не перееду. И не планировала так, не хотела? Нет, не хотела совершенно. Стать деревенским человеком? Нет, у меня очень печальный опыт был, прошлый. Так что мне было это все очень тяжело. Вот этот свой дом. Не надо мне, был сказал, нет, нет, мне не надо, мне не надо. Она согласна была в свой дом, если он будет стоять за Прометеем. Да, я сказала, вот за Прометеем мне поставьте там на поляночке, я согласна буду. А вот Александр Батькович так мило улыбается, он же деревенский по корням-то сам. Ну, я родился в деревне, потом в 4 года меня привезли в город на строительном бараках мы жили. Всю жизнь стал жить в городе. А потом переехали опять в деревню, это Булзи, как на Свердловск ехать, Тюбук, и от Тюбука 8 километров в сторону Богоряка, деревню Булзи. Вот, и до 5 класса я прожил там. Потом мы переехали на Первомайку и жили на Первомайке тоже в своем доме. Вот, ну, я лично устал от своего дома, я мечтал о квартире. А я-то свой дом видела только у дедушки, когда мы к дедушке приезжали. У него был дом огромный. Так вот, в результате чего вы таким семейством очутили здесь? Сколько детей у вас уже здесь родилось? Трое. Вот трое. Вот трое, которые с нами, они уже местные. Да, они. Вот в этих вот хоромах. Нет, здесь вот родилось двое, вот эти вот последние как раз. Вот это Настя с вами, да? Да, да. Ну, они уже как, уже выношенные и родившиеся здесь. Дочка, Даша-то родилась, она в городе. В 3 года она сюда переехала. В 3 года, да, ей было. Она в 3 года переехала, да. С Машкарата. А это вот эти-то деревенские. А Настя с Ваней, можем даже сказать, в буквальном смысле не в роддоме, а здесь и родились. И Даша, Даша тоже, она. Нет, Даша дома, но в квартире дома. Ну, Даша тоже родилась дома, и у нее не в больнице. У нас настоящая родина здесь. Да, и у них есть места, закупанные под этими яблоньками, родовое место. Вот они даже. Так что это их родина. Это их родина, кстати. Поэтому мы за эту землю и бьемся, чтобы они здесь жить остались, чтобы вот это было их. То есть вот они здесь родились, здесь их место. Вот эта земля, она их защищает. Земля-то да. Татьяна, Александр, скажите, ну вот это самое выражение, которое всегда произносится в таких случаях, в тесноте, да не в обиде. Вот действительно так позволяет вам жить в тесноте, но не в обиде? Ну, а что у вас? Или трудновато жить? Ну, трудновато только в том, что они все подрастают. Тут мальчик, тут девочка. Им всем хочется свой уголочек отдельный, чтобы там вот мое было, и не смотрите на меня. Но это у каждого человека есть. Это каждому как бы считается по психологии, что каждому надо иметь какой-то свой укромный уголочек. А что вот завели, как скотину завели, что вы решили-то, что у вас есть в хозяйстве-то? Ну, начали мы как с поросенка и курицей. Потому что Танюшка была городская и не собиралась этим заниматься. А вот с этим мелким я... А поехали за курами в Чебаркуле, привезли козу. Не собиралась заниматься. Кто предложил-то? Вот какие аргументы? Потому что, ну как, я любитель мяса и сала. Я прямо страдаю по нему. Когда в квартире жили во время перестройки с деньгами, так прямо туго было. Так, так, так. И вот поросенка, это было 100%. У нас будет поросенок. Ну, один, так, знаете, для мяса. Для себя, да, для мяса. Ну, а курочки, черные яички. У вас противилась жената вначале? Нет. А что ей противилась? Я сказал, ну что, говорю. Надо выживать. Я сказала же, делать я ничего не буду. Баню я топить не буду, печку я топить не буду, воду я носить не буду, потому что тогда у нас еще не было воды. Это сейчас у нас цивилизация, тогда не было. А свинья, ну что, утром на работу пошел, бросил ей, вечером пришел, покормил, почистил и без проблем. Так что он сказал, будешь сам делать. А потом как-то что, пошло, поехало. Кого еще взяли? А потом поехали за курами в Чебаркуль, и попалась коза. А Татьяна как раз была беременной Ванькой. И вот что-то она решила, что ну как это самое вроде, в своем доме и без молока. Вот взяли козу. Начали разводить коз. Потом подошла осень, когда свинке пришлось уже готовить шашлыку. Ну, она говорит, давай, говорит, оставим, а. Такая свинка симпатичная, такая хорошая. Ну, она как ручная была. Ей подходили и пузо чесали, вот как вот эти собаки. Вот, оставим на поросят. Вот попробовали оставить на поросят. Выдала сразу 11 поросят. То есть обычно свинья, это мы уже потом узнали, которые первый раз, она там больше шести семейные. И Татьяна сразу в фермершу превратилась. Не, а это уже видно, это уже где-то внутри видно было заложено. Потому что, ну, мне тут хорошо. Мне хорошо. Мне нравятся коровы, я готова за ними грести, мести, убирать, и свинкам кузы чесать, если с козочками ходить, козами, когда Саня смеется, говорит, главная коза, говорит, иди давай со своими козами гуляй. Козья мама. Ну, они, да, говорит, козья мама. Ну, они ходят за мной, вот идут и идут со мной. Ну, я сказала, ну, наверное, что-то видно. Вот есть в крови такое, вот, что вот, ну, наше это место, это место наше. А вот взрослые-то, конечно, не хотят, наверное, жить в таких обстоятельствах. Как вам кажется? Нет, взрослым нужна цивилизация. Взрослым детям имеется в виду. Вы-то по-стариковски еще здесь будете жить. Это понятно, да, вот как же я не хотел, вот, свой дом, все, мечтал о квартире, у меня, говорю, и чертежи, как из ванной сауну сделать, и с бассейном, и все, вот, он собирал, и там, и проекты были шикарные. Вот, ну, просто вот, жизнь как бы заставила сюда приехать, и потом, когда вот, ну, уже встали на ноги более-менее, вот старший сын Максим, он вообще не принимает, как бы, этого, и говорит, зачем вам это? Вашего образа жизни. Да, вы продайте это все, вам хватит на квартиру. Ну, скотину все это, и нормально. Я говорю, Макс, говорю, ты пойми, говорю, вот тебя парализует и меня парализует. Вот ты через месяц уже пальцы без соли облизывать будешь. Я, грубо говоря, могу валяться, ну, будет тяжело, ну, сходит Танюшка к соседу, попросит заколбасить поросенка, съели поросенка, там, корову. Грубо говоря, мы социально защищены получаем. Да, может быть. Ну, нахуй же это, вроде бы, что рассчитывать? Ну, там уже пошло очень много мелочей уже, потому что уже, когда мы тут уже обжились, уже я поняла, что мне в городе, в квартире-то тесно будет. Я не смогу просто. Это после вот этих вот 25 метров, говорит, Катя, на тесно. Да, 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 у меня же не только вот это, это зимняя квартира, можно так сказать грубо, а летняя это и там, и там, и там. Весь двор, когда, огоров, и двор, и сад, да. И еще там, где коровы на болоте ходят. Ну, там, наверное, нет уже, потому что у нас в саду стол стоит, там, Ванька там пенечки сделала, лавочки, вот, там яблоня, у каждого своя яблоня есть, у нее своя, у этого. У этого своя, да, у Даши своя, у нас тоже своя есть яблонька. Настя, а вот вам скажи, не тесно здесь так? Нет. Все нормально? Да. Вань, а тебе как? Нет, не тесно. Не поехал бы в город-то, здесь привык уже на родине. Ну, что ж, давайте тогда сыграй что-нибудь нам. Эй-эй-эй-эй. Вот, пока я учусь еще на музыке. Ну, молодец. Мы только еще три месяца ходим в музыкальную. Я понял, что у вас это мировоззрение действительно, образ жизни такой целый, да? Почему вы здесь и оказались? Меня сейчас отсюда, вот, Танюшку городскую-то не выгонят. А все-таки родина, а где у самого, Саша? Я родился в Серпиевке, Катафановский район. Катафановский район. А вы когда сюда приехали, сколько вам лет было? Вот вам с Татьяной. Где-то около 40 лет, да? Да. То есть вы же уже зрелые люди. Мы 13 лет здесь живем. 13 лет здесь живем? Как купили этот домишек. У вас ведь дом-то еще ведь не где-то там в лесу, на заимке, на окраине, а то ведь почти в самом центре Турговика. А нам хорошо... Трудновато скотину здесь держать, нет? Трудно. Ну, трудно в том плане, что здесь дорога, и вот, поэтому... А с другой стороны, молоко легче продать, да? Да. Поэтому вот когда нам предлагают, ну, вы, говорит, там скотину держите, как многодетно, ну, давайте вы там где-нибудь вот, там, за Карабашом мы вам дадим, вот, гектар земли, ради бога. А зачем мне там? Я здесь вот, я надоила, я продала. У нас уже все знают, полмошь городка знает, звонят люди, заказывают молоко заранее. У нас уже все это настроено, у нас, мы живем этим. У нас есть из Челябинска, из Свердловска люди приезжают, заказывают, звонят. Мы сегодня приедем вечером. Так вы нам... Тут, ой, у нас и французы, французы приезжали, у нас молоко брали. Это самое, вот, из Челябинска йоги сюда приезжают, они здесь, они у нас молоко берут, уже не первый год берут, и французы не первый год молоко берут. Все хвалят, всем нравится. Вообще-то, вы знаете, вот, я смотрю на эти вот коттеджи огромные, и вот так приезжаешь, а кто там живет? Ну, так примерно, знаешь, кто там живет? Вот он там один живет, он только на лето приезжает, вот какой-то там бизнесмен. Я говорю, в доме жить? Надо иметь скотину, и надо иметь, в доме должно быть много детей. Я не знаю, откуда это у меня. Но я считаю, что в доме должно быть много детей. А зачем иначе? Вот вы бы с ним вдвоем жили, на кой черт нам эти коровы сдались, вот это вот все. А потом, из этой вот маленькой комнаты мы переместились тоже на крохотную кухню, где мы с оператором и вовсе вместе не помещались, и вопросы я задавал уже из-за камеры. Задумки и исполнение. Да, моя фантазия, его исполнение. Это все сделано своими руками. Да, все, и потолок, и вот это все. Да, Мишка-то совсем вот это маленький, наверное, как бы был. А вот дети приучены к молоку, они сами-то и пьют молоко? У нас дети с рождения молоко пьют. Да? Да, с рождения молоко пьют. Здесь с рождения молоко пьют все и собаки, и дети. А зимний сколько у вас? Вот вместе с домом у нас 10 соток земли. 10 соток земли. Да, это ведь совсем небольшое участие. Для такой семьи. Для такой семьи-то, да. Сад, и огород, и грядки, и картошка, и все на свете. Пытаетесь как-то вообще решить эту проблему? Пытаемся, но безуспешно. Что, вот эта безуспешность-то, чем она определяется? В каком направлении уже действовали? Мы и обращались к местным властям, так сказать, и городским властям, писали письмо Медведеву, тогда Медведев президент был. Правда, после вот этого письма появилось... На какую тему, о чем, что хотели попросить? Чтобы нам дали землю. Нам она необходима. Ну, не просто дали где-то, а добавили к этому. Да, именно, потому что, вот вы заходили, увидели, вот перед домом места свободного нет. Привезти сено или дров, это катастрофа. А у вас только с какой стороны его можно привезти? Ну, вот пока не застроили, можно привезти со стороны болот. Потом Ваня сел за уроки. На его столе умещались компьютер на пару с телевизором. И они развенчивали доносившиеся до нас слухи, что эта семья вроде бы из каких-то там религиозных староверов. Ничего подобного. Настя вот тоже села за свой письменный стол и даже показала нам свои тетради по чистописанию. Ну, ты где БД? Ну, покажи. Вот Б, вот Д. Вот Д. И еще одно, да. Это все ты написал? Угу. Ну, нравится школе-то учиться? Да. Ну, а потом мы вышли на то самое подворье, где проживает вся многочисленная живность семьи и границу которого семья мечтает хоть самую малость расширить. Вашей там многодетной семье и нужна бы такая забота, как мне кажется. Так вот в том-то дело, нам земля, нам не деньги. Не надо нам, дайте вот этот вот кусок земли, дайте нам все, нам ничего не надо больше. И мы за этот кусок бьемся, мы пять лет бьемся. Мы указывали под строительство дома, нам не дали. Потом мы просили, но нам все время отказывали. И указывали, что многодетные? И перечисляли всех детей. И писали, для чего нам нужно. И просили, дайте нам, пожалуйста, выделите как многодетным. А нам уже в земельном комитете сказали, ребята, вы знаете, вы все равно ничего не получите, вам все равно ничего не дадут. Вот так уже категорично сказали. Да, так что сказали, вы не светите эту землю, иначе ее продадут. Вот и выходит, ее все вместе засветили. Хотя, что там, свети, не свети, не иголка же в стоге в самом-то деле. А участок-то и в самом деле совсем маленький. Да и неудобие самое, Болотина, а вот и такой не могут приобрести многодетные Куликову в стране, занимающую почти одну шестую часть суши, и где от Урала до самого Дальнего Востока бескрайние и мало, или вовсе никем не заселенные земли. Вот ведь причуды какие в стране. Причуду жизни и нашего законодательства тоже. С чем согласен и депутат в собрании округа, в который входит и тургаяк Владимир Цокуль. У нас, я считаю, что законодательство не совсем совершенное, и над этим нужно работать. Федеральное законодательство. Да, значит, ну, житель традиционно, возьмем, например, житель традиционно живет в Северных Печах. У него семья, три человека, выросли дети. Значит, квартиру купить не может, это не может, может построить. Как ему взять земельный участок по ДЖС? Это либо аукцион, либо, если никто не откажется, он, какая-то перспектива есть, у него получить в аренду и что-то построить. Ну, это практически нулевой вариант. У себя в родном селе нельзя. То есть, у себя в родном селе, значит, житель села получить земельный участок не имеет возможности. Да, вот это вот больное. Значит, и вот начинается разделение общества. То есть, приехал крутой парень, купил земельный участок, построил коттедж, рядышком живут люди, которые такую возможность не имеют. То есть, вот это перекос. Думаю, что уверен, да, что вы затронули очень больной. Да. Поэтому я считаю, что, значит, нужно добиться, то есть, вот я почему говорю, что работа как бы не доделана. Ну, во-первых, нужно было вникнуть в проблемы, узнать. Я сейчас их знаю как отчинаж, да, значит, и практически механизм ясен, как его решать. Ну, вот одна из таких проблем. То есть, житель поселка не может получить себе земельный участок. Ну, а наши герои, показав нам еще часть своего хозяйства, пригревшихся друг к другу поросят, жующих привезенное недавно сено коз и проживающих совместно кур и уток, сами отправились за главными своими кормильцами, за коровами. И вскоре Александр вместе с сыном привели их на привязи для домашнего ночлега. Это Валя. Валя, а ту? Ту Зоя. Зоя? Да. Ну, все, на ночлег пригнал поставил, да? Просто, если сказать, ну, не последний год держишь, хватит чуть терпения продержать. Ну, в каких-то условиях вот этот участок отдадут, ну, и выгнать некуда будет. Пока села будут, будут держать. Пока возможности. Да. Ну, не будут села, ну, коров уберем, оставим козу. Коз будет. Да. Коз будем держать. А лошадь, говоришь, сегодня загуляла. Да. Лошадь сегодня не покажем, да. Дед, на Ленину ушла к другим лошадям. Понял. Ладно, хорошо. Прощаясь с Александром у ворот дома, мы как раз дождались и старше из присутствующих детей, Даши. Это вот наша из младших, старшая дочь. Даша. На дворе уже крепко вечерело. По улице проносились автомобили всех фирм Европы и Азии. На небе светила луна, отсвечивая солнечным светом всем, богатым и бедным, городским и деревенским, счастливым и не очень, словом, всем, кто выбрал то или иное место бытия. И у которых порой самым причудливым образом, у каждого на свой неповторимый манер, как у этой семьи складываются и жизнь, и судьба. Ну вот на этом все. Смотрите ежедневно наши новости на канале ОТВ. Будьте в курсе того, что происходит вокруг. Ведь сегодня, чтобы совершать сознательные поступки, часто просто необходимо знать все обо всем. Может, хоть сколь-нибудь мы вам в этом помогаем. Сегодня важные слова в нашей программе произносил президент. И как-то, по-моему, тоже по-особенному звучала и украинская речь тоже, украинская мова. А все потому, мне кажется, что вот эта история пребывания здесь украинских беженцев теперь уже навсегда тоже останется в летописи нашего города. Как и наш МИАС в жизни самих беженцев тоже. Всего доброго. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Месяц на небе зироньки сяють, тихо по морю човен плыве. В човні дівчина пісню співає, а козак чует серденько мре. В човні дівчина пісню співає, а козак чует серденько мре. Ця пісня мила, ця пісня люба, все про кохання, все про любов. Как мы любились, та й розойшлися, тепер навеки зійшлися знов. Как мы любились, та й розойшлися, тепер навеки зійшлися знов. Ой, очи-очи, очи-очи-дівочи, темні, як нічка, я сниму в день. Ви ж мене очи плакать навчили, де ж ви навчились зводить людей. Ви ж мене очі плакать навчили, де ж ви навчились зводить людей. Дякую за перегляд!